МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одно из таких убийств было совершено в Торжке в 2002 году. Убит предприниматель Михаил Ракицкий. Цена заказного убийства – 5 тысяч долларов. Ракицкого расстреляли на глазах маленького сына. Организовал совершение данного преступления, если говорить простым языком, заказал убийство данного гражданина, также житель города Торжок Тверской области, являвшийся также предпринимателем. Между ними произошел конфликт, хотя, наверное, Ракицкий даже не предполагал, что это может быть причиной того, что в последующем будет совершено убийство. Арендовали одно здание. У Ракицкого свой бизнес, у заказчика убийства свой бизнес. Соответственно, заказчик убийства сделал ремонт в общем помещении, сказал, что Ракицкий должен ему вернуть денежные средства за данный ремонт, на что Ракицкий сказал, я ремонт не планировал, проводить его не собирался, но если ты это сделал, это твое желание, я в этом участвовать не буду. Ну, в связи с чем появилась личная неприязнь, личные неприязненные отношения, и предприниматель, который является заказчиком убийства, обратился к своему хорошему знакомому Костенко Александру Ивановичу, о том, что у него есть проблема, и эту проблему хотелось бы решить. Соответственно, Костенко сказал ему о том, что проблему может помочь решить Осипов-младший, и уже непосредственно заказчик убийства встречался с Осиповым. Он передал Осипову все сведения, которые ему были известны о Ракицком, место работы, автомобиль, на котором тот ездил, место жительства потерпевшего. Осипов начал готовиться к совершению данного преступления, как, в принципе, к каждому из преступлений члены банды готовились. Совершилось это преступление единолично, то есть ни с Баскаковым, ни с Агиевым, ни с кем-то. Третьим лицом. Получив всю необходимую о потерпевшем информацию, зная, как тот выглядит, он начал следить за потерпевшим. Приезжал в город Торжок, узнал расписание дня потерпевшего Ракицкого, смотрел, во сколько тот уезжает с работы, куда ездит, и в один из дней, к определенному времени, вечером подъехал к дому потерпевшего, стал поджидать приезда того, возвращения домой. Об этом и других преступлениях банды мы расскажем в следующих выпусках патрульной службы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова